Всем привет из Харькова! Сегодня я сделаю небольшой обзорчик картин, которые я написала за декабрь и январь. Фотографии я в основном беру из Фейсбука, которые люди выкладывают, и в Пинтерест, а также по своим фотографиям или по фото моих детей или внуков. Это был мастер-класс такой у Ольги Базановой, но писала я эту картину самостоятельно, совсем не по мастер-классу. Здесь подмалевок сделан кистью, а все остальное мастихином. Ну и немножко кисть тоже участвовала. И написана эта картина на холсте, который наклеен на ДВП. Больше всего я люблю такую основу для живописи маслом. Наклеен холст двунитка. Фактура, конечно, грубоватая, но для мастихина подходит, а чтобы прописывать какие-то мелкие, тонкие линии, такая фактура не подходит. Двунитка, ну, это средняя фактура считается, а нужен более мелкофактурный холст для прописки мелких деталей. Вот вторая картина. Это пчелка сидит на цветочке. Здесь основа просто кусок фанеры, который у меня служил полочкой в старом шкафу. Шкаф разобрали, и, конечно, раньше шкафы делали добротный, из натурального дерева. Тут фанера, и поэтому основа очень хорошая и крепкая. Ничего я не наклеивала на эту основу, а только загрунтовала. Следующая картина. Тюльпаны на побережье. Основа тоже ДВП. И подмалевок выполнен кистью, а все остальное мастихинов затем. Здесь тоже грубая такая фактура холста. Та же самая двунитка. Для такой картины подходит холст. Здесь никаких таких мелких тоненьких деталей нет. Тем более написана она в основном мастихином. Мастихин мне тоже, конечно, нравится, но больше всего я пишу в технике фотореализм. Мастихин подходит, когда нет возможности проветрить помещение от растворителей, от запаха. Это зимой. Следующие вот три небольшие картинки, которые выполнены тоже на ДВП, но уже без наклеивания холста, а просто загрунтованный ДВП. Поверхность получается гладкая. Картины, вот эти вот две, голова льва, портрет льва. И вот эта розочка, они, конечно, стилизованы. В природе не бывает таких черных листьев у розы, и такого льва в природе не существует. Они немножко стилизованы. А вот эта картина, которая слева, колокольчики, это уже фотореализм, ближе к фотореализму. Все эти три картины выполнены кистью. Кисти использую художественные или строительные, разные, и синтетику, и щетину. Для разбавления красок использую текуриловский уайтспирит, который почти не имеет запаха. Промываю кисти в нашем обычном растворителе уайтспирит дезодорированный. У него запах порезче. Эти картины тоже вот я написала недавно совсем, но портрет внука я начала еще пару лет назад писать, а сейчас вот только его закончила, и то здесь еще не все, не 100%. Здесь ему 18 лет, а сейчас ему 26 лет. Ну, просто я выбрала эту фотографию, и она засвеченная. Здесь очень ярко светит солнце. Это цветок магнолии, тоже на ДВП загрунтованном, без наклейки холста. масляные краски использованы и синтетические кисти. Кроме масла я больше ничего не использую. Очень-очень редко делаю подмалевки акрилом. Но это очень редко такое бывает. В основном использую масло. Это самый любимый мой материал для живописи. И вот следующая картина это Адениум. Тоже это фотография, это реальная фотография, взятая из Пинтерест. Красивые цветочки на холсте, на той же двунитке. Ну, здесь такой сюжет, что мелкозернистый холст, он и не требуется. На двунитке тоже получилось хорошо. Даже кистью. Сейчас перейдем к следующей картине. Эту картину я начала писать еще два или три года назад. Она у меня стояла незакончена. Это по картине английского художника Сесила Кеннеди, который писал только цветы. Причем картины у него реалистичные. цветы реальные, с натуры он писал. Но у меня не было цели сделать копию его картины. Я ничего не переводила через копирку или через проектор. Я все вначале нарисовала тоненько от руки кисточкой, а потом уже делала прорисовку деталей. Конечно, это не копия, чтобы один к одному все было. И здесь только композиция соответствует. А вот некоторые тона я уже брала свои. А так все по картине Сесила Кеннеди. Но еще здесь осталось сделать может 10 мазочков и картина будет закончена. Сейчас это еще не завершающий этап. Всем большое спасибо за просмотр этого видео и за поддержку моего канала лайками, комментариями. С вами была Талах Укрянская из Харькова. До следующей встречи.